Принцесса Эльвира Таинственная, потому что у нее волшебные волосы, которые исполняют любое желание. Стоит лишь проговорить желание вслух и разорвать один волосок, как это желание мгновенно исполняется. Но родители прячут ее ото всех. Они очень боятся, что злые люди воспользуются ее даром. А ей, бедняжки, так скучно, так одиноко. И вот, когда на ее окошко прилетают две голубки, она загадывает желание, чтобы птицы говорили с ней человеческим голосом. А что же из этого вышло? А вышла настоящая беда, когда голубки улетели в лес в свое гнездышко. Их разговор о волшебных волосах принцессы подслушали два хитрых разбойника. Одного зовут Кляргус, а второго Пастилот. Так какую же хитрую западню придумали эти два злодея, чтобы такая послушная девочка, как Эльвира, вдруг вышла из дворца и оказалась одна в лесу. А эту тайну я вам не открою. Вы ее узнаете сами, когда прочитаете книгу. Но посмотрите, сколько золота загадали эти два злодея, используя волшебство волос Эльвиры. Они танцуют в свете факелов и кричат. Ой-ля-ля, мы стали богаче самого короля! И можем хоть каждый день съедать целого жареного барана. Эх, лучше быка! Так кто же спасет нашу Эльвиру? Что за маленькая мышка вдруг подбежала к ней и перегрызает веревки на ее руках? С чего бы это? Ведь обычно мышата боятся людей, а почему же это помогает? Все ответы на все вопросы вы найдете сами, прочитав эту книгу. А я вам сейчас расскажу о второй книге, которая называется «Принцесса Эльвира и мышка Пенни против короля шоколада». А кто же такой король шоколада? Откуда он появился? Прибежала мышка Пенни рано утром к принцессе и закричала «Принцесса Эльвира, в нашем мышином королевстве случилось нечто ужасное! Только ты сможешь нам помочь? А что же там произошло? Почему мышиный король, щелкун трех зубы, вдруг стал таким злым? Что за таинственное кольцо сияет на его пальце? Почему мышата такие испуганные прячутся по углам и закоулкам? Что же там случилось? А этот маленький малыш-глупыш, что ему было? Будет за то, что он откусил маленький кусочек шоколадного пирожного! И Эльвира, желая помочь мышатам, почему не воспользовалась волшебством своих волос? Почему она выливает на голову мышиного короля раствор для мыльных пузырей? Почему мышка Пенни зажмурила глазки крепко-крепко и осторожно стягивает Сияющее кольцо с пальчиком мышиного короля? Зачем? Почему? Для чего? Конечно, все закончится хорошо, но каким образом, я вам не расскажу. Вы все-все узнаете сами. А я скажу только одно. В финале останется лишь кольцо, которое приносит только зло. А чье оно? Чтобы узнать это, Эльвир идет к ворону, который жил более трехсот лет. А ворон посмотрел на кольцо и зловеще прокаркал. Знаю я это кольцо. Его хозяйка была двухголовая колдунья домино. Третья книга так и называется. «Принцесса Эльвира и двухголовая колдунья домино». Одна голова была светловолосой, прекрасной, доброй девушкой. А вторая голова была страшной и уродливой. Даже пальцы на ее руке были скрючены с длинными-длинными ногтями. Темноволосая голова всегда колдовала одни гадости и всякие злодейства. А светлая голова исправляла плохое на хорошее, злое на доброе. Из-за этого головы все время между собой ругались. Но как получилось, что Эльвира попала в замок к двухголовой колдунью домино? Кто забрал ее нарядное платье? Куда ее ведут эти два рыцаря, у которых глаза мутные, словно заполнены водой? Даже зрачков у них нет, обратите внимание. И кто же спасет Эльвиру на этот раз? Кто ей поможет? Я вам ничего не расскажу. Вы все-все узнаете сами. И если вы хотите найти ответы на все вопросы, то вы можете приобрести книги о принцессе Эльвире в городе Волжском и Волгограде. Они продаются в киосках «Все для вас», в книжных магазинах «Книжный город», «Книжкин дом Алисы» и магазинах «Учитель». А еще книжки о принцессе Эльвире теперь можно купить и в Москве. Первый магазин, где они будут продаваться – это книжный магазин «Библиоглобус» на Лубянке. А я с вами прощаюсь и желаю вам, чтобы ваша жизнь была светлой и легкой, как сказка. С теплом Светлана Гонсалвис.